всем привет это прожарка на автозвуки и сегодня у нас на обзоре будет достаточно интересно обсуждаемое и я бы даже сказал провокационное масло tatachi grand touring 5 в 40 честно говоря когда я впервые увидел данное моторное масло я даже не предполагал что она так широко обсуждается на просторах интернета некоторые пользователи или автовладельцы считают что tatachi это российское масло которое производится в россии а производство хорошо замаскировано под японию с другой стороны мне пришлось провести собственное небольшое расследование в результате чего я выяснил что масло все-таки производится в японии на одном из заводов который выпускает моторное масло под разными торговыми марками но тем не менее мои доводы для кого-то оказались неубедительными и поэтому по-прежнему данное моторное масло вызывает много вопросов и споров если говорить о конкретном масле которая продается в наших магазинах то здесь в принципе все просто на канистре указаны мощности производства их место расположения в японии а также указан импортер который находится в украине в городе харьков поэтому давайте будем считать что масло все-таки японская и производится в японии но это не единственное его преимущество на канистре гордо красуется аббревиатура поле альфа олефины это самое что ни на есть настоящая синтетика или так сказать базовые масла четвертой группы эти масла обладают наилучшими свойствами также на канистре мы можем видеть еще одну аббревиатуру zf она расшифровывается как модификатор нулевого трения это достигается благодаря использованию полисульфида молибдена то есть данное масло создает на поверхности детали скажем так специальную защитную пленку которая снижает трение между деталями но соответственно износ этих деталей тоже уменьшается то есть мы имеем дело с японским полностью синтетическим маслом или во всяком случае здесь есть какое-то значительное содержание пал а также добавлены модификаторы трения которые продлят срок службы деталей из допусков на канистре в первую очередь мы увидим конечно же международные допуски папе это sn и cf и и сей а3 b4 также на канистре мы увидим допуски конкретных автопроизводителей их всего два это mercedes и porsche по mercedes 229 . 31 229 . 51 и допуску porsche а 40 но принципе этот допуск если посмотреть на диаграмму полностью перекрывается допусками от mercedes и я считаю что этот допуск здесь никакой роли не играет ключевую роль играет в принципе один допуск это mercedes 229 . 51 если взглянуть на последний график то в принципе можно увидеть что данное масло является малозольным и на канистре мы также увидим надпись low subs поэтому данное масло совместимо с саженными фильтрами также сейчас мы сравним допуски данного масла со всеми остальными маслами которые были на наших прожарка хранить теперь можем переходить непосредственно к самой прожарки так взрываем наше маслецо надеюсь здесь не будет никаких дополнительных пломб и мы за один дубль за один кадр все сделаем отлично теперь в мерную емкость нам нужно перелить примерно 125 миллилитров здесь узкая горлышко поэтому масло льется по чуть-чуть создается впечатление что она густое но она ни разу не густое но с теплого помещения отправляем наше 125 миллилитров жидкого золота в колбу и здесь масло как обычно будет жариться целый час при температуре 300 градусов по цельсию и 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 Итак, прошел час, у нас температура 312,3 градуса по Цельсию. В принципе, на видео, я думаю, видно, что масло кипит, кипит обильно, хорошо. Выключаем колбонагреватель, ждем час, полное остывание и затем смотрим, что у нас там на дне. Масло полностью остыло, мы можем смело переливать его обратно в мерную емкость. Переливается оно без комков, но тем не менее, создается впечатление, что в масле образовался как бы такой песочек из шлама. Сейчас видно, что этот как бы песочек остался на горлышке колбы после переливания, ну и также на дне колбы есть небольшие вкрапления из, назовем это, высокотемпературного шлама. КОНЕЦ КОНЕЦ На этом, как обычно, все. В комментариях давайте еще раз поспорим, чье же на самом деле масло Татачи. Но перед этим обязательно поставим лайк и подпишемся на наш канал.